МОЛОДЕЖНЫЕ ПОЕЗДА МОЛОДЕЖНЫЕ ПОЕЗДА Не просто революция стала старше на год, не просто прожито еще 366 дней. Своё место каждому прожитому году определяет история. Эти кадры сняты в 64-м. Поезд идет на восток. Валентин Колесник и Александр Хлуцевич выполняли особое задание комсомольского штаба стройки. Им было поручено привезти в Ачинск новый отряд молодых строителей. Как будто вчера они сами получали на пограничной заставе комсомольские путевки. Все ребята с заставой, уходя в запас, решили поехать в Сибирь на строительство комбината. Их путь лежал в далекий Таёжный край. Слышали ребята боевой комсомоль на стройке. Валя Косырева, секретарь комитета комсомола, здесь уже ветеран. Принимала она новое пополнение. Тогда им трудно было поверить, что здесь через несколько лет станет новый город. Так начинался Ачинский глинозёмный. Так рождался крупнейший алюминиевый комплекс в Красноярском крае. Сурова сибирская земля. И как сгодилась здесь армейская закалка. Каждый на стройке знал. Без глинозёма нет алюминия. Без алюминия нет самых современных отраслей промышленности. И Валя Колесник, и Саша Хлуцевич были на стройке и плотниками, и монтажниками. Радовались каждому успеху. В 64-й первым вошёл в строй опытный цех. Пустили завод, ребята стали к аппаратам. 13 лет прошло. Валентин Колесник работает старшим аппаратчиком. За сутки мы получаем где-то примерно 750-800 тонн глинозёма. Это в то время, когда мы построили цех-лабораторию, опытный цех. Это мы где-то там получали 70-80 тонн всего. А сейчас, вот видите, какие неисравненные муставы. Может быть, в судьбе Валентина Колесника, его друзей Александра Хлусевича и Вали Косревой вы узнаете себя, свои дела. Ведь именно такие люди своим трудом, своим отношением к жизни пишут биографию страны, нашу биографию. Александр Хлусевич – один из тех, кто построил завод, кто строит город. Сегодня стоит прекрасный красавец-комбинат. На нём вот Валентин рассказывал, как он работает. Мне приходится работать и дальше на строительстве, в Тресте Ачинской Альминстрой. Наша задача – строить. И мы с этой задачей успешно справляемся. Действительно, за это время, что вы приехали, город неузнаваемо изменился. Было всего 45 тысяч, сейчас больше 100 тысяч. Город имеет несколько микрорайонов, улицы, допущен трамвай, всё заасфальтировано. Сейчас город наш неузнаваемый. По сибирским масштабам почти рядом ещё одна комсомольская стройка. Красноярская ГЭС. Хроника 64-го. Строится уникальный, единственный в мире кабель-кран на 100-метровых опорах для канатной дороги через Енисей. Молоды монтажники, но народ они и бывал. За плечами опыт работы на Иркутской, Новосибирской, Братской ГЭС. Про них не скажешь. Молода, зелена. Где новую дорогу для страны строит ансомоль. Где сотки от туманов холодны. Где в небо горизонт почти ушёл. Где новую дорогу для страны строит ансомоль. Любовь приходит верная, любовь приходит верная в любовь к краю. И мы найдём, наверное, и мы найдём, наверное, судьбу свою. Где сотки от туманов холодны. Где в небо горизонт почти ушёл. Где новую дорогу для страны строит ансомоль. Где сотки от туманов холодны. Где в небо горизонт почти ушёл. Где новую дорогу для страны строит ансомоль. Строит ансомоль. Строит ансомоль. Размах всенародного строительства, перспективы нашего движения вперёд требовали нового уровня партийного руководства. 14 октября 1964 года в Москве состоялся пленум ЦК КПСС. В работе пленума принимал участие ленинградский рабочий Василий Александрович Смирнов. Мы знали Ленида Ища-Брежнева как одного из прекрасных партийных организаторов нашей страны. Большим крупным боеначальником он был. Я с ним как-то встречался. Это было в 60-м году, когда он был президентом. Он учал мне на Золотую Звезду в Кремле. В кабинете председателя Президиума Верховного СССР. У меня сейчас хранятся фотографии, когда он мне вручает. И когда наша группа после награждения с ним фотографировалась. Поэтому, вот когда на пленуме встал вопрос об избрании первых старейцев КПСС, я трудно будет вспомнить, чье предложение было. Поэтому все с места сказали, что Ленида Ильича-Брежнева. И когда председатель товарищ Сустов сказал, что у кого есть другие предложения, весь зал, у нас не так уж много было в составе Центрального комитета партии, все встали, заплодились и опять стали громко выкрикивать Ленида Ильича-Брежнева. Ну и еще раз Сустов задал вопрос, какие еще, какие у товарищей присутствующих есть мнения, имели предложение на пост первой старейцев КПСС. Ну опять сказали Брежнева, тогда вопрос ясен, значит, ставим на голосование. Ну и не нужно, чтобы голосовали члены Центрального комитета партии. Потом, значит, сказал, что для укрепления, более укрепления, значит, нашего единства, что ли, всего Центрального комитета партии, проголосовали и кандидаты, и члены Центральной регионной комиссии. Ну когда, значит, этот вопрос проголосовали, все еще раз аплодировали, много, несколько минут об избрании Леонида Ильича Абрежнева на пост первой стрессы ККПСС. Вскоре состоялась сессия Верховного Совета СССР. По предложению Леонида Ильича Абрежнева председателем Совета Министров был утвержден Алексей Николаевич Косыгин. Мы знаем его как одного из организаторов нашей промышленности. Видите, значит, Октябрьский пленум центральной кандидатопартии, он осудил, значит, прежнее руководство от тех ошибков и промышленности партийного строительства. И пошел по пути ленинскому коллективному руководству. И это вот сейчас сказывается в нашей всей партийной и государственной жизни. Плен очень серьезный, потому что ленинский коллективное руководство, это нам завещал Великий Ленин, и мы обязаны его выполнять. Поэтому еще тот октябрьский пленум 64-го года, значит, решение пленума ЦК КПСС на этом пленуме, они подтвердили, что наша партия верным идет ленинским курсам и заветов Лича выполнять. Мы обязаны и будем выполнять. 19 октября на Красной площади на митинге встречи с героями космоса выступил первый секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Генеральная линия нашей партии, разработанная ее 20-м, 21-м и 22-м съездами, это Ленинская линия. Она была, есть и будет единственной и незыблемой во всей внутренней и внешней политике коммунистической партии и советского государства. Главной своей задачей в области внутренней политики партия считает развитие производительных сил нашего общества, неуклонное повышение на этой основе благосостояния советских людей, всемирное развертывание социалистической демократии. Наша партия хочет, чтобы советские люди из года в год жили лучше, обеспеченнее, культурнее, чтобы ключом била народная инициатива. Товарищи, сегодня у нас большой праздник, праздник всей многомиллионной советской семьи. С нами радуются друзья мира и прогресса на земле. С чувством глубокого уважения мы чествуем отважных сынов нашей Родины. Честь и слава вам, дорогие товарищи космонавты! Сколько было волнений, радостного подъема, когда мы узнавали о наших первых космических стартах. Октябрь 1964 года. В космосе первый в мире трехместный пилотируемый корабль «Расход». Летчик-космонавт СССР Константин Дебрович Феоптистов вспоминает. Где-то в начале 1964 года вызвал к себе Сергей Павлович Королев. Он опять поставил задачу о том, чтобы создать на базе Востока модернизацию варианта корабля, который бы мог повезти в космос трех человек. Надо сказать, что эту задачу он ставил несколько раз перед нами. Но мы отбивались от этого дела. Почему? Потому что корабль «Восток» не приспособлен был для многочисленного экипажа. Но на этот раз он добавил нечто новое. Он сказал, что есть мнение, что ежели мы сделаем такой корабль, то из трех членов экипажа, из трех мест в экипаже, два места будут предоставлены специалистам. Этот год мне вспоминается как праздничный своего рода. Потому что уже после выпуска исходных данных, скажем, в мае я прошел медицинскую комиссию и в июне приступил к подготовке. Надо сказать, что, конечно, для меня это воспринималось как праздник и санаторий. Еще и почему. Последние годы были очень напряженные. Работа, она была, конечно, для нас и тогда, и сейчас, может быть, хобби. Но работали мы тогда очень много. И надо сказать, что скажем, ну я уставал здорово. А тут вдруг исчезла вот эта, в общем, довольно большая нагрузка, постоянное нервное напряжение от того, что сорвали сроки. Никак не решается. Вот задача, которую нужно решить сегодня, но не решается проблема, и все. А решать ее нужно, время идет, откладывать нельзя. И вдруг это постоянное нервное напряжение исчезло. Значит, в сущности, санаторные условия, физподготовка. Я даже стал бегать. По-моему, даже несколько раз подтянулся на турнике. Начал играть в теннис. Вообще чистый санаторий. Ну, технической подготовки вопроса не было. Сам полет, ну что можно сказать по самому полету. В экипаж со мной назначены были Комаров, Володя Комаров и Борис Егоров. Ну, Володя Комаров был такой хороший командир, покладистый, и пытался демонстрировать свою, так сказать, власть. Установились у нас хорошие такие добрые товарищеские отношения. Хорошим товарищем оказался Борис Егоров. То есть у нас, в общем, неплохая получилась тройка. Больше всего опасался перед стартом, а вдруг что случится? Отложат пуск. Или задержка какая-нибудь крупная из-за какой-нибудь неудачи в экспериментальных работах. Или вдруг по каким-нибудь хитрым медицинским причинам пересмотрят состав экипажа. Доказывай, потому что это не верблюдо. Но эти опасения кончились, когда начала подниматься ракета. Вот тут уже было полное такое удовлетворение и радость, что обратно уже не вернешь, и задержать это дело уже невозможно. После выхода на орбиту, ну, совершенно необычное ощущение такого подъема, что ли, душевного подъема, что вот, наконец, там, к чему так долго и в течение столь многих лет стремился. Ну, вы дальше знаете, что все прошло благополучно. И мы сели, для меня это был один из самых ярких дней в моей жизни. Космические успехи – вершина достижений всей советской науки и промышленности. Высокое призвание науки и в том, чтобы помогать людям выращивать хлеб, работать и жить год от года лучше. Говорит вице-президент Всесоюзной сельскохозяйственной академии Иван Семен Шатилов. На второй день после октября с купленом ЦК, на котором Леонид Ильич Брежнев был избран первым секретарем Центрального комитета нашей партии, делегацией ученых Тимирезиской академии было принято Леонидом Ильичем Брежневым. Состоялась теплая и товарищеская беседа, которая носила исключительно такой демократический характер. Леонид Ильич Брежнев высказал ряд очень важных таких советов. Но одновременно с этим я хотел бы подчеркнуть, что вслед за октябрьским пленом ЦК, стоящим в 1964 году, была начата большая всесторонняя подготовка к мартовскому пленому ЦК, который стоялся уже в следующем 1965 году, определившим стратегию развития сельского хозяйства на длительный период времени. И, скажем, за период с 1965 по 1975 или по 1976 год производство зерна возросло на колоссальных размерах, почти произошло удвоение производства зерна в нашей стране. В 1976 году колхозы-совхозы нашей страны собрали 224 миллиона тонн зерна вместо 120 и 130, которые мы получали в 1965 году. Коренным образом изменилась материально-техническая база колхозов-совхозов и быт дружеников полей и ферм нашей страны. Поэтому вообще любой пленум ЦК нашей партии – это событие колоссальнейшего значения, но, несомненно, октябрьский пленум ЦК, состоявшийся в 1964 году, как и мартовский пленум, состоявшийся в 1965 году. Это пленумы исторического значения, и в организации проведения этих пленумов ведущий, определяющий роль принадлежит генеральному секретарю Коммунистической партии Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу. Спустя две недели после пленума Леонид Ильич на полях Узбекистана. Республика отмечала свое 40-летие. Анализ возможностей новой техники, советы со специалистами, обсуждение перспектив развития – в этом и есть черты научного подхода к разработке тактики и стратегии партии. В республике, как и во всей нашей стране, хорошо знали товарища Брежнева, выдающегося политического деятеля ленинского типа. Спустя годы товарищ Брежнев скажет, «Ленин дорог нам не только потому, что он основатель нашей партии. Он нам дорог и близок еще и потому, и, может быть, особенно потому, что его острый творческий ум и непобедимая логика, глубина анализа и смелость выводов и действий, его неукротимая страстность революционера и, вместе с тем, величайшая человечность, простота и чуткость – все это было и будет для нас ориентиром жизни, бесценной опорой и помощью в сегодняшних делах». Субтитры создавал DimaTorzok Эту иссушенную землю люди назвали голодной степью. Но пришли сюда строители, и началась новая биография края. Среди тех, кто начинал осваивать эту цвину, был и Наджим Рахимович Хамраев. «В 1964 год в истории освоения голодной степи можно характеризовать как год решительного наступления по освоению ранних безжизненных просторов этой крупнейшей степи Средней Азии. В этом году уже первые совхозы голодной степи произвели 73,5 тысячи тонн белого золота. Этот год был характерным и с точки зрения темпов освоения новых целинных земель, когда строители и освоители голодной степи вышли на рубежи 20 тысяч гектаров в год. «В 1964 год был характерным для голодной степи и тем, что были уже отработаны и отшлифованы ряд технически сложных вопросов, таких как строительство закрытого горизонтального дренажа, которое сейчас уже всей нашей наукой милиративной признана, и считается единственным правильным путем при освоении целинных земель». «Сейчас на территории голодной степи уже функционирует более 50 совхозов, из них 45 хлопководческих совхозов. Вот благодаря большому вниманию нашей партии, большому труду советского народа, всех наций и национальностей советской страны созданы такие условия, что три года тому назад, в 1973 году, уже на базе освоения целинных земель создана новая Джазахская область. И вообще в этом регионе сейчас уже проживает порядка 700 тысяч трудящихся, которые преобразуют этот ранее необжитый край». И еще одна примета нового в жизни Узбекистана. В 1964-м открылся Республиканский педагогический институт русского языка и литературы. «Товарищи, вы являетесь нашим очередным пополнением. Наш институт, специализированный институт русского языка и литературы, организован в 1963-64 учебном году. Основная задача института – подготовка учителей русского языка и литературы из лиц местных национальностей, окончивших школу на родном языке обучения. За время своего существования институт подготовил свыше 5,5 тысяч преподавателей русского языка, которые сейчас успешно работают в самых различных районах Узбекистана и за пределами нашей республики». «Да, я закончил этот институт в 1966-м году, затем был оставлен здесь работать. Потом окончил аспирантуру при Ташкетском государственном университете имени Ленина и вернулся опять в свой институт. Сейчас работаю старшим преподавателем кафедры философии научного коммунизма, заканчиваю диссертацию. И эта диссертация как раз таки связана с профилем, что ли, нашего института. У меня тема о сближении языков. Ну и, естественно, здесь обращается большое внимание на роль русского языка в развитии узбекского языка». «Зовут меня Расулова Саудат. Я живу в городе Ташкенте. Поступила в этот путь в 1976-м году с целью стать преподавателем русского языка и литературы в национальной школе». «Я приехал из Кырганской области, чтобы учиться в этом институте. Зовут меня Бегалин, фамилия Кинжаев. «Я сажен Никитовского района Ташкентской области. Зовут меня Фарида, фамилия Абдура Ахманова. Поступила в 1976-м году. Целью тоже стать учительницей, как написали в одном сочинении, вечно вызвано к доске». Доброй приметой и мирной жизни на Земле стали Олимпиады. В 1964-м году советским спортсменам предстояло одержать трудный экзамен на Олимпиаде в Токио. Из дворовых команд, из школьных физкультурных залов, из юношеских спортивных секций шли на стадионы страны самые сильные, самые быстрые и ловкие. И снова упорные тренировки, частное спортивное соревнование. Отбирали на Олимпиаду сильнейших. И вот Токио. У всех нас в те дни были на устах имена славных олимпийцев. Прозуменщиковый, Жаботинского, Иваницкого и других. Всех своих соперников положил на лопатки в буквальном смысле слова Александр Иваницкий. Токийская Олимпиада назвала его сильнейшим в мире борцом. Когда мы ехали на Олимпийские игры в Токио, нам говорили, что это очень серьезно, что это соревнование необычайного накала. Но когда мы приехали и окунулись в атмосферу соревнований, мы почувствовали на своих плечах необычайный груз. И вы знаете, в чем он состоял? Мы живем жизнью нашей страны. Мы переживаем за космос, за уборку урожая, за рекорды шахтеров и металлургов. И вдруг каждый из нас почувствовал, что это именно тот момент, когда ты должен сказать свое слово, когда ты держишь ответ перед страной. И выиграть, завоевать золотую медаль, это то, чем мы могли отплатить за доверие. Я видел Олимпиаду. И вы знаете, у меня нет слов для того, чтобы передать, рассказать вам об этом празднике спорта. И поэтому я рад, что Олимпиада придет к нам, что она будет у нас в Москве в 80-м году. Многие из нас, конечно, не смогут выступать на спортивных аренах олимпийских. Все те, кто был членом сборной команды Советского Союза, кто носил гордое звание олимпиец, сделают все возможное для того, чтобы этот праздник спорта у нас в Москве удался на славу. А в этой семье пока два заслуженных мастера спорта, два рекордсмена. Летчик-испытатель Марина Попович и летчик-космонавт Павел Попович. Вы помните, об этом рассказывали наши фильмы, как в 30-х годах наши славные женщины-летчицы завоевывали первые авиационные рекорды. Их эстафету приняла Марина Попович. Ах, эти рекорды! Казалось бы, зачем нужны они людям? А между тем, именно по этим высшим достижениям, по этим отметинам роста, видно, как поднимается человек все выше в своем всестороннем развитии. Мы за рекорды. 64-й год для меня это был годом такого большого отсчета, потому что в 64-м году я стала летчиком-испытателем. А началось это с маленького самолета чехословацкого производства Л-29. Он в это время в нашей стране проходил летные испытания, и сложно было, конечно, добиться, чтобы в самолет, который проходит, опытный самолет, который проходит испытания, разрешили человеку совершенно с другой части, да еще и женщине, принять участие в этих полетах. Потому что один экземпляр всего самолета был. Сложные были, помнишь, хождения. Ну, во-первых, это был, наверное, и первый твой полет на реактивном самолете. Да, это первый был полет на реактивном самолете. И этот самолет конструкции Вэл-Чек, очень легкий, маленький самолетик, всего 3 тонны весом, и на нем удалось установить мировой рекорд скорости на 100-километром заданном маршруте. Это считается рекордом короны, что ли, потому что очень сложный рекорд. Долгом готовились, ну, относительно долго, конечно, потому что, в общем-то, вся подготовка шла, особенно не разбежишься, два месяца. Ну, после этого, Марина, ты же стала летать еще на других реактивных самолетах. Да, конечно. Ну, вот в этом году как раз это был отсчет, потому что потом я летала на сверхзвуковых самолетах. Это уже были истребители большие. И самое главное, что у меня в жизни было, это я стала летчиком-испытателем. Конечно, вот если так вот оглядываясь, много уже лет прошло с того замечательного года, так, для моей жизни, 64-го, то если я что-то сделала вот для своей страны, для своей родины в авиации, только потому что я опиралась на крылья таких мощных авиационных гигантов, как генеральный конструктор Антонов, генеральный конструктор Яковлев, генеральный конструктор Микоян, Новожилов. Меня окружали и передавали свой опыт, отдавали мне свое сердце буквально люди, которые вот готовили меня к этому рекорду. Потому что что такое этот рекорд? Рекорд — это не сама цель. Рекорд — это 15 лет летной работы и плюс полет два месяца на рекорд. Можно сказать, что за два месяца я сделала рекорд. Да я так нельзя, потому что я долго летала перед этим, 15 лет. Тринадцать лет спустя Марина Попович завоевала 13 мировых рекордов. Тогда был первый. Углядитесь в эти камеры. Они сняты в 64-м на Куйбышевском заводе синтетического каучука. Так умеют радоваться люди, которые добились общей победы. Получим первый отечественный изопряновый каучук. Теперь мы знали. Будет обувь для будущих вазов и камазов. Чтобы поднять промышленность на новую ступень, нужна прежде всего основа основ современного производства — нефть. Ее надо найти. Это нелегкое дело. Ее надо добыть. И это непросто. Ее надо доставить туда, где перестает биться пульс заводов и целых отраслей, если ее не хватает. Вместе рабочие нескольких стран пробивали дороги нефти. Рождался нефтепровод «Дружба». Протянул он с востока на запад две руки. И потекла в них животворная сила. И здесь общая радость. Сварен последний шов на стыке труб. Нефтепровод в строю. Это было 15 октября 1964 года. Вот на 10 лет бесперебойно работает нефтепровод «Дружба» и его главный распределительный пункт. Здесь трудится молодой инженер Валерий Фишев. Для нас, рабочих нефтеперекачивающей станции «Броды» нефтепровода «Дружба» особенно памятен год 1964. Потому что в этом году началась перекачка по нефтепроводу «Дружба» в социалистические страны. Они поступают к нам непосредственно с восточных районов России. Здесь мы производим, так сказать, управление и контроль за перекачкой нефти в Венгерскую Народную Республику, в Чехословакию, в Польшу и другие. Здесь имеется оборудование Венгерской Народной Республики, Чехословакии, также Германско-демократической республики. Здесь мы видим воплощение солидарности всех стран социалистического лагеря. На майском пленуме ЦК КПСС, а также в Конституции, которая вынесена на всенародное обсуждение, сказано, что мы не одиноки. Это верно. Мы молодые, в особенности молодые рабочие работники нефтепровода «Дружба» ощущаем это, ощущаем ритм. Мы будем стараться и делать все для того, чтобы нефть поступала в социалистические страны бесперебойно, без остановок. Чехословакская станция «Будковцы». Рабочий нефтепровода «Дружба» Михаил Дорчик. Мы работаем на строительстве нефтепровода «Дружба» с 1964 года. Выполняем план на 100%. И в этом большая заслуга Советского Союза. У нас хорошее отношение с советскими специалистами. Мы читали в газетах, с радостью узнали из телепередач, что Леонид Ильич Брежнев избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. Узнали мы и о том, что в Советском Союзе обсуждается новая Конституция, которая имеет большое значение не только для СССР, но и для всех социалистических стран. Укрепление экономического и политического сотрудничества социалистических стран составляло особую заботу нашей партии. Первый секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев тепло встречал в Москве дорогих гостей из стран социализма. Болгарскую делегацию во главе с товарищем Тодором Живковым. Венгерскую делегацию во главе с товарищем Яношем Кадером. Монгольскую делегацию во главе с товарищем Цеденбалом. В Москве, в Сокольниках, открылась выставка «15 лет ГДР». На открытии выставки присутствовали товарищи Брежнев, Косыгин, председатель Совета Министров Германской Демократической Республики Вилли Штоф. Более 5000 экспонатов говорили о трудолюбии и таланте немецкого народа. Берлин. Кадры эти уникальны. Их прислали нам работники телевидения ГДР. Они одинаково дороги и нам, и нашим немецким друзьям. В 1964 году шла большая работа по повышению роли мировой системы социализма как решающего фактора международного развития. Кадры эти уникальны. Товарищ Брежнев сердечно поздравил немецкий народ со славной датой и пожелал Германской Демократической Республике новых побед в строительстве социализма. Торжественной была демонстрация на Маркс-Энгельс-Платце. 15-летие ГДР – важнейшая дата истории. ГДР стала плотом мира, носителем идей дружбы и сотрудничества между народами. Москва. Большой театр. Гордость отечественной культуры. Созвездие талантов. Но даже здесь Ленинская премия лишь у немногих. Среди них Народная артистка Советского Союза Майя Плесяцкая. СООН. ПРОДОЛИЯ – ГОНЕЛОС. Ленинскую премию. Год этот был для меня очень счастливый, хотя считается, что высокосный год опасный. Я люблю высокосные, когда они были до сих пор пока что удачные в моей жизни. Но 64-й год, конечно, особенный, потому что Ленинская премия дается один раз в жизни. Это было очень приятно во всех смыслах. И говорят, что балетный труд нелегкий. КОНЕЦ Что это было так высоко оценено и отмечено для меня на всю жизнь. Это самая великая память. Мастерская народного художника СССР Владимира Александровича Серова. 1964 год. В Москве открылась первая персональная выставка произведений Серова. На ней представлены картины различных жанров, портреты, пейзажи. Ряд произведений Серова посвящен историко-революционной теме. Выступление Владимира Ильича Ленина на Втором Всероссийском съезде Советов в ноябре 1917 года. Ходоки у Ленина. Горки 27 января 1924 года. Эта картина одна из последних работ Серова. Сколько чистоты первозданной в этих краях. Умытой росой, обгласканной солнцем эти поля. Слышите, звучит русская народная песня. Да не простая, а старинная. Да такая старинная, что пели ее еще бабушки наших бабушек. Рассказывает народный артист Советского Союза, композитор Георгий Васильевич Сверидов. Что такое курские песни? В основу этого сочинения я взял действительные подлинные песни курской области. Я сам родом курянин и знаю, какой это замечательный певучий край наша курская область. Песни, которые я взял, были записаны в деревнях в 1954 году. То есть эти песни, которые еще пелись. А между тем, многие из этих песен, несомненно, относятся к очень давним временам. По их строению ладовому, они, несомненно, возникли не раньше, чем несколько сотен, может быть, лет назад. Песня. 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 Республиканская хоровая капела имени Юрлова. Руководит ею заслуженный деятель искусств Юрий Кухов. Вот эти песни я взял, значит, я сделал, придал им такую форму соответствующую музыкальную, замкнул их в такую большую композицию и сделал, приписал оркестровую партию. И, значит, эти песни в 64-м году были впервые исполнены. Как сейчас сказал Георгий Васильевич, мы уже с 64-го года исполняем курские песни. И до сих пор у нас сохранилось ощущение свежести, аромата. Что значит русская народная песня? Она живет в веках, и свежие ощущения, здоровые, не стираются. Мы 14 лет уже объездили с этими песнями весь Советский Союз. А это поле у деревни Глухово под Москвой, свидетель грозных боев Великой Отечественной. Вспоминает кинорежиссер Ривас Давыдч Чхейдзе. 13 лет тому назад наша съемочная группа, съемочная группа отец-солдата, пришла сюда именно в этих местах, чтобы снимать боевые эпизоды, потальные сцены, которые должны были точно восстановить документальную правду тех времен, когда шла война. Слышь, Негорлс, что с тобой, слушь? Вот он говорит. Давай, говорит. Уже пора, говорит. Понимаешь? Уже весна пришел, говорит. Уже это... Сыть? Нет, слушай. Сперва это... Пахать? Да. Сперва пахать. Да. Это, понимаешь? Сперва пахать. Потом сей. Пахать сей. Пахать сей. Я должен вам сказать, что как раз этот эпизод и вообще образ Георгия Махарашвили, которого так великолепно исполнял наш актер, большой актер, великолепный актер Сергой Закариадзе, имел свой настоящий прототип. То есть во время войны в 1941-1942 году Георгий Махарашвили из деревни Бодбе, это в Кахете находится, попал на фронт. Добровольно пошел на фронт. Ему было, видимо, где-то под 60. Воевал он в одной роте с писателем Сулико Жгенти, автором сценария «Отец солдата». И этот могучий старик Георгий Махарашвили нес за собой как раз в этой роте, играл роль по-настоящему отца. Вот у нас осталась пленка, как гримируется Сергой Закариадзе. А для него это было очень важно. Это не просто пришел гример, сделали ему, понимаете, грим на лицо, наклеил там усы. Нет. Это проходило часами. Часами и в поисках грима. Вообще в поисках внешнего образа. Вы понимаете, как он одет, там наш герой, какие у него туфли, сапоги или какие брюки, шаровары. Понимаете, если вот вы потом картину внимательно будете смотреть, это здорово помогает, чтобы создать действительно такой теплый образ крестьянина. А я помню один из первых просмотров Сухуми. Сухуми показали фильм, собрался народ, и на трибуне вошел рядовой солдат русский. И он сказал, я бы хотел, чтобы я имел такого отца. Мы явно чувствуем того, что самая основная тема, тема гуманизма, человечности, любви, вот эту тему несет этот образ. И поэтому нет границ между нацией, а есть представление о том, что есть человек, который звучит гордо, есть настоящий тружинник, человек, который думает о завтрашнем днем, который живет, чтобы приносить людям счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Николас, Николас, Николас! Иди, 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 вот, это, уже, уже. Чего здесь? Николас, видишь, видишь, уже пришли. Слушай, вот это, как называется? Вот это. Николас, Николас, бичок. Видите? Ребята! Сюда! Сюда! Что ты кричишь? А я не кричу, отец! Сюда! Давай! 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 Товарищ старший сержант! Нашли до государственной границы Союз Советских Социалистических Республик! Давайте поднимем. Подачи, подачи. Давай, подачи. Подачи. Вот. Давай. Давай. Разберегай. Гленту. На. Вот так. Еще, еще. Вот так. 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 Вот так. Так. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Вот-вот. Слушай. Ура! Ура! Государственная граница сегодня. Пограничник, первый на советской земле, как хозяин, гостеприимно встречает друзей. И граница, и войны другие. Лишь то же самое, как и прежде, святое чувство обостренной, идущей от поколения к поколению любви к родине, готовности защитить ее от врагов. Музыка Едут туристы со всех разных стран, которые хотят посмотреть жизнь нашего народа. Как живут советские люди, как трудятся, чем увлекаются, посмотреть нашу природу, искусство, культуру. Наша граница всегда открыта для таких людей, и мы с открытой душой встречаем их здесь, на границе. Наши отцы отдавали свои жизни, чтобы эта граница стала границей дружбы. Музыка Здравствуйте. Витаю вас на земле Польской. Откуда группа идет? В городе Тулы герой. А человека сколько? Тридцать четыре. Рядом с границей сад дружбы, подаривший первый урожай в 1964 году. Нефтепровод, граница, сад. В 1964 году мы назвали их одним высоким именем дружбы. Вырос сад дружбы. Работают здесь молодые красивые задорные девчата. Звеневая у них Тереза Грачин, депутат Верховного Совета Украины. Я поступила сюда работой в 1964 году, после окончания восьмилетней школы. Здесь работали наши друзья из Венгельского народного республика. Вместе собирали урожай, работали вместе. Конечно, у нас первый гектарь очень. Трудно было работать, конечно. Сейчас уже можно сказать, что все механизм заровано. В этом юбилейном году к нам в набор урожая придут наши гости, наши друзья из Венгельского народного республика, из Чавословакии, из Румынии, из Польской. Это, конечно, будет у нас радостный и большой праздник. Идет по нашей стране великий праздник 60-летия октября. Праздник молодости, труда, любви людей разных национальностей нашей великой Родине, партии Ленина. На открытие фестиваля Ленинской дружбы народов в честь 60-летия революции собрались в Закарпатье посланцы всех союзных республик страны Советов, представители Венгрии, Чехословакии, Румынии и Кубы. Единодушно одобряют участники митинга обращение к Леониду Ильичу Брежневу. Мы представители трудящихся Советского Закарпаття, собравшиеся вместе с посланцами всех союзных республик страны Советов, а также Соболь-Сатмарской области, Венгельской народной республики, Сатумарского уезда Социалистической республики Румынии, Восточно-Словацкого края Чехословакии и Социалистической Кубы. На открытии 4-го фестиваля Ленинской дружбы народов, посвященного 60-летию Великого Октября, шлем Ленинскому Центральному Комитету, лично вам, дорогой Леонид Ильич, слова сердечного привета, сыновней благодарности и любви. С огромным удовлетворением восприняли все трудящиеся Закарпаття избрание вас, выдающегося деятеля нашей партии, Советского государства, Международного коммунистического и рабочего движения, председателем Президиума Верховного Совета СССР. В нашем крае, дорогой Леонид Ильич, знают вас все, и мал, и стар, знают еще с тех волнующих дней осени 1944 года, когда героические воины Советской Армии принесли нам долгожданную свободу. Вы тогда начальник политоотдела 18-й армии были среди первых наших освободителей. Вы стояли у истоков возрождения нашего края и с небытия к новой свободной и святущей жизни. Вы, дорогой Леонид Ильич, достойно и мудро представляете нашу партию и страну, ее народ на международной арене, на высоких международных переговорах и форумах, неутомимо и эффективно борясь за разрядку международного напряжения, за крепкий мир и социальный прогресс. За все это вам наше безграничное доверие, глубокое уважение, пламенная любовь. Праздник всегда итог прожитого, всегда рубеж, высота, с которой мы оцениваем сделанное, намечаем планы на будущее. В год 60-летия октября и наше сегодня, и наше завтра будут увенчаны принятием главного закона жизни советских людей. В главах новой конституции, страницы жизни народа, годы нашей биографии. В их строю и памятный год 1964-й. Субтитры создавал DimaTorzok